Привет, дорогие друзья! Поговорим сегодня о Лёльке Быковой, о её последнем стриме. Ну и потом немного поговорим о Женечке, о кормящей сестре. Сначала, значит, о стриме. Лёлька сменила сценарий. Теперь у нас трое ведущих. Это Лёлька, Маня за камерой и Саша. Лёлька поняла, видимо, что уже снимать нечего, говорить не о чем. Поэтому для группы поддержки привела Машу к Злодоеву, которая с канала «Настоящая жизнь в деревне», чтобы та вела с ней беседу, не обращая внимания на подписчиков и на тех, кто находится в стриме. Потому что Лёльке некогда было разговаривать с подписчиками, особенно в последние, в первые минуты стрима. Она только вела беседу с Машей Козлодоевой. Для чего это было нужно? Ну, для того, чтобы, наверное, подписчики не задавали лишних глупых вопросов, и Лёлька могла в стриме общаться с интеллектуально высокой женщиной, такой, как Маша Козлодоева. Третьим, так сказать, соведущим на этом стриме был Санёк. Санёк, не Санёк. Все уже прекрасно сказали Лёльке, ну, видимо, до неё не дойдёт, что всем глубоко наплевать, кто там будет у неё очередным женихом. Но Лёлька ещё до сих пор строит интригу и не показывает это Санька. И Санёк этот, как дворняжка из-под воротни, лает где-то там в углу на её стриме. Для чего её сюда? Ну, Манька, она хоть пусть какие-то там умные идеи толкает в жизнь. А для чего этого Санька водят сюда? Или, как многие зрители говорят, что его приведут для того, чтобы они позанимались сексом, а потом сразу плавно переходят на стрим. Потому что Лёлька, как всегда, неподготовленная, прибежала, микрофоны где включила, где не включила, начала вести стрим. Ну, как будто это первоклассница, которая первый раз увидела микрофоны и, значит, начала стримить. Никаких умных мыслей у неё не было, потому что ей некогда было что-то там говорить с подписчиками и со зрителями её канала. Я говорю, что она половина стрима разговаривала с Машей, смеялись, половина стрима она разговаривала с Асулей. И основная её мысль была такая, что хейтеры плохие люди, и вы не должны ходить на их каналы и на моём канале, значит, меня защищать и вести, писать комментарии и рассказывать хейтерам, какие они плохие, ну и тем зрителям, которые пришли на канал и, ну, так сказать, потенциальные подписчики Лёлькины. В общем, Лёлька, как всегда, болтается между небом и землёй. Ну, по-другому это... Все многие знают, как это говорится, как одно дело в проруби. То она гонит подписчиков вон со своего канала, те, кто говорит ей неугодные вещи. Пусть эти подписчики с ней давно, и они не хейтеры, ну, просто высказывают своё мнение. Их мнение не интересует, какое бы оно ни было хорошее. И, ну, а стрим о чём тогда вести, если ты не хочешь от своих людей слышать какие-то высказывания, какое-то мнение. Наверное, Лёлька это сама не поняла, что она хочет получить в итоге, проводя эти стримы. Или, как ей предлагал Алексей, лечь на кровать, включить стрим, и чтобы она лежала на кровати, отдыхала, а ей, хомяки открыв кошельки, донатили деньги. Причём не обязательно на что-то, потому что никто не знает, на что она эти деньги потратит. Но просто для того, чтобы у людей было большое желание помочь Лёле очередными донатами. У Лёли сломалась машина, которую она, вот, мысль озвучила на стриме. И с одной машиной ей никак не разобраться, потому что ей надо две машины. Она уже договорилась до того, что на одной машине она возит Надежду на маникюр, а на второй она ездит сама, а тут ещё надо возить Свету, нужно возить преподавателя, который занимается с детьми. В общем, тут даже ещё и второй машиной не обойтись. Нужно, наверное, ещё пару машин. Потому что хомяки должны платить и за маникюр Надежды, и за глупость Лёлькину, что она не пускает детей в школу, и она нанимает преподавателя, который ездит и занимается, организует прям настоящую школу на дому. На проживание сосули, то есть прихоть у Лёльки одна, потому что сосуля взят сюда для Лёлькиного развлечения. Многие подписчики пишут, восторгаются, какой сосуля деловой мужчина, как он всё умеет делать. Ну, извините меня, что сосуля сделал? Линолеум настелил. Так я уже говорила, что это, наверное, восьмиклассник настелит так, как сосуля настелил. Там к козовнике доску прибил, то же самое, ничего там сложного нету. Ну, все восторгаются, восхищаются, как будто никто не видел настоящих мужиков, и сосуль – это прям свет в окне. Ну, и ещё одну хочу мысль озвучить, её, так сказать, моё мнение о ней. Значит, смехушка рассказывает о том, что вот Лёля, когда ездила в Тамбов, это был очередной её хайп, когда она сказала, что она ехала без денег, без сумки, и опять же, с какой ты головой ехала, хорошо ты голову с собой взяла, а то могла бы оставить её в Туровке. И, значит, сосуля, ну, как настоящий джентльмен, должен был сказать, милая моя, ничего страшного, что ты сумку оставила с деньгами, я полностью заплачу. Ребята, ну вы смеётесь? Откуда у Лёльки такие знакомые? Как Лёлька, поберуха Ютуба, так и знакомые такие же. Умные люди и умные мужчины, те, которые имеют собственное мнение, имеют какое-то достоинство, они никогда не выйдут, хотя даже как бы открыто на контакт с Лёлькой. И не будут они обеспечивать её, её десять детей, деньгами. Потому что все прекрасно видят, что у Лёльки денег хватает и у самой, и к ней приплывают аферисты и альфонсы, которые хотят за её счёт пожить. А она, дурочка, в каждом мужике или делает вид, или действительно она видит, ну какую-то, наверное, очередную партию для своего брака, и старается нам донести, что скоро она будет счастлива, и сосуля – это, ну, претендент на её сердце, на её руку. Ещё раз говорю, ни один здравомыслящий мужчина, который имеет, который может обеспечить женщину, не пойдёт никогда связываться с Лёлькой ради даже своей репутации. Потому что, как написала мне одна подписчица, репутация – это всё. Её можно потерять, но потом ты уже её не восстановишь. Очень хотелось бы, чтобы Лёлька, да и Женечка об этом задумались, потому что кормящая сестра опять на двух последних роликах занималась оскорблением мусульман, показывала сначала промежности свои, потом задницу, и очень внятно и понятно говорила, что все старухи и старики отписывайтесь от моего канала. В этом ролике, в последнем, она уже говорит, что мамки в декрете, которые недовольны своей жизнью. Ну, слава богу, хотя если старики попали, по ним проехались, ладно. А мамочки-то в декрете, чем перед ней провинились? А не Лёлька ли её мамка, первая мамочка в декрете, которая недовольна своей жизнью? Ну, Женя баронит так же, как Лёлька, не знает, где берега. Причём она делает упор на то, что ей уже 18 лет, она имеет право говорить всё, что она хочет, и делать, что она хочет. Я, например, думаю, что Женечка за полгода, что она была в Москве, не успела нахватать этой всей гадости. Скорее всего, эта гадость была в ней уже в Туровке, ну, и они тщательно скрывали, что из себя Женечка представляет. Я, например, думаю, что те разговоры, которые шли о том, что Женечка уже имеет ребёнка, думаю, что это правда, потому что, я ещё раз говорю, за такое короткое время, живя в Москве, ну, даже живя не обязательно в общежитии, всё-таки в общежитии, конечно, там другой немножко климат, а тут, живя с бабушкой, она нахваталась этой пошлятины. Это в ней было уже давно, и она действительно дочь своей матери, и ничего хорошего, кроме вот этой гадости, которую она выкладывает на YouTube, показывая, так сказать, в унисон со своей матерью свои грязные штаны, ну, больше ей ни на что ума не хватает. Ну, вот и всё, что я вам сегодня хотела рассказать. До свидания, всего вам доброго, с вами была Ольга и канал Домик Озеро Молдина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok